Увольнять чиновников, отвечающих за дорожную безопасность, предлагают прокуроры Западноказахстанской области. И не случайно, по количеству смерти на дорогах регион занимает 5 место, переезжая в антирейтинге крупной области и мегаполисы. Только за последние два года в регионе произошло больше 500 ДТП. Погибли 143 человека, сотни получили травмы. А впереди зима, и специалисты уже бьют тревогу. Мол, средств на очистку дорог не хватает, а это грозит автомобильным коллапсом и сезонным ростом аварии. Но вот чего стоит опасаться западноказахстанским водителям, а какие меры намерены принять правоохранители для уменьшения смертности на дорогах, выясняла Роза Сатканова. Яма на яме. В таком состоянии находится трасса республиканского значения на западе страны, жалуются водители. Дороги узкие, а водители, объезжая ямы, вылетают на встречную полосу. У меня у самого такой случай был. Попал в аварию из-за выехавшей на встречку машины. На дорогу уходит целый день. Если бы трасса была хорошая, доехать мог бы раньше. Ходовая часть, колеса часто выходят из строя. Плачевное состояние дорожной инфраструктуры приводит к ДТП, уверены прокуроры. С начала года произошло 214 происшествий. Погибли 69 человек. Травмы получили 332. Здесь, как зеркало, отразились все наши проблемы. Проблемы связаны с организацией движения, с состоянием дорог. То есть те проблемы, которые так и не нашли своего системного решения. По сведениям Министерства индустрии и инфраструктурного развития, дороги в Западной Казахстанской области относятся одними из самых низких по качеству. То есть 70% дорог требуют ремонта. В Уральске 615 километров дорог. Половина не асфальтирована. За городом ситуация еще хуже. Соответствует требованиям лишь 40%. Практически на всех направлениях имеются почти полностью разрушенные участки. Есть такие улицы, где проехать невозможно. Это считается областным центром. Сапога перья, наверное, проехали. Качество этих ремонтов, это нельзя, невозможно называть ремонт. Очень много претензий именно по городу. У нас 1620 километров дорог областного значения. Из них только 770 километров имеет асфальтобетонное покрытие. 248 километров находятся на капитальном ремонте. Дороги разбиты на 13 участков. Организовано 12 конкурсов государственных закупок. Определено 8 подрядчиков. На ремонт областных дорог в нынешнем году выделено 800 миллионов тенге. А нужно 3,5 миллиарда, объясняют специалисты. А на содержание республиканских магистралей протяженностью 1414 километров выделено больше миллиардов вместо положенных 2 миллиардов 800 миллионов тенге. Между тем, как половина всех зафиксированных ДТП приходится именно на долю загородных трасс. Чаще всего авария происходит в зимнее время и в период ранней весны, информируют полицейские. У нас ухудшили сооснащение дорожных предприятий, специальные техники. То в Казавтозор имеется наличие всего 49 единиц спецтехники. По потребности 84 единицы должно быть у них. Это у нас уже преддверие зимы, уже до сих пор техника не готова до сих пор. Вовремя не убирается, после этого у нас образовываются накаты. Мы сколько раз уже письма направляли, но она остается открытым, этот вопрос. В прошлом году у нас так же и было, вот эти смеси закончились у них, и мы сидели, смотрели, как у нас ДТП происходит из-за головы. Проблема в регионе не только с содержанием автодорог. Они еще не обладают достаточной пропускной способностью, как следствие, частой аварии и высокая смертность. И одна из самых аварийных дорог, она является от Раура. Она не соответствует тем нормам. Выросла интенсивность в разы, получается, сегодня скорость большая и дорога не справляется. Мы уже начали разработку проекта смертной документации. Мы ее планируем реконструировать в четырехполосном движении. Также, где будет требоваться перегон скота и проезд сельхозтехники, это будет либо под дорогой, либо какие-то развязки будем предусматривать. Планируем как в течение года. В конце следующего года, если мы закончим, начать последующую реализацию проекта, ну это тоже будет зависеть от финансирования. Недостоят на дорогах области больше 400 дорожных знаков, около полутора тысяч направляющих устройств и больше 500 километров разметки. Нет интеллектуальных транспортных систем. Однако, в первую очередь, нужно решить вопрос с устаревшими техпараметрами дорог и некачественным их содержанием. Иными словами, чиновникам, отвечающим за дорожную безопасность, предстоит решить целый комплекс проблем. Если служащие не справляются, в надзорном органе предлагают их увольнять. Род Сатканова, Баладжир Алгасов, Эльдар Аюпов. Итоги дня. Западно-Казахстанской области. Продолжение следует.